вот здесь попробуем показать вам но вот смотрите сейчас я вам буду показывать как гиблей как делается команда сидеть вот она у меня сейчас сидит уже в данной позиции потому что он просто наблюдает за этим предметом за палочки вы можете сказать собачка у меня обученные уже что он имеет уже многое скажем так но начинал это собачка тоже таких вот элементарных вещей его просто подсаживал не надо никого не заставлять не прибегать каким-то к насильственным действием дайте вот некоторые усаживают его так сильно сидеть сидеть говорят это неправильно абсолютно делает я вам покажу просто как это делается вот он мне сейчас принесет палочку иди ко мне берете просто предмет подносите у него над головой что он делает видите вот видите вот он ему по-другому просто неудобно будет наблюдать за этим предметом поэтому он садится в естественную для него позицию сидя вы просто в этот момент говорите сидеть сидеть ну и соответственно либо поощряет если у вас тут не палочка подкормочка какая-то даете ему но мой на подкормку не ведется ваш тоже может не висит немецкие овчарки они настолько игривая порода что с ним лучше поиграть поэтому вот он у вас сел вы его похвалили сказали молодец сидеть молодец сидеть ждет и трепали его маленечко и как и все немецкие овчарки он любит носить аппартируемые предметы поэтому лучшее поощрение именно для моего учитывая его скажем так психотип потому что собаки они тоже имеют свои скажем так они бывают и флегматиками и сангвиниками и меланхоликами и так далее для моего лучшее поощрение это будет игра вот он сидит ждет ну тоже он научен уже ждать конечно же он научен он понимает что на скулеж на его просьбы я реагировать не буду потому что это я вожать для него я принимаю решение когда ему можно поиграть когда нельзя ну вот собственно говоря и все то есть посадили собачку поднесли у нее предмет над головой видите он прям не отрываясь смотрит на него поэтому любой щенок вы можете попробовать даже вот любой сядет абсолютно любой и я его поощряю вот таким вот образом то есть для моего хвоста для акбара этот пример самый лучший как правильная собака заходим с левой стороны как заходить с левой стороны я вам расскажу позже а пока вот собака выполнила у меня команду я его поощряю молодец хорошо то есть как и человеку ну это тоже зависимости от психотипа некоторым собакам не нужно это говорить я поощряю опять броском этой палочки как делается команда лежать я вам сейчас покажу вот мы собачку посадили да давай мы здесь тебя посадим чтобы было видно не разрешал так видно и просто опускаем предмет вниз вот он сейчас находится в положении сидя мы опускаем предмет вниз для того чтобы ему опять же было просто удобно достать этот предмет то есть вот смотрите говорим это щенок это любой щенок вот вы научили его сидеть научить лежать его можно следующим образом опускаем говорим ближе лежать 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 поправляем поправляем лежатьющую лежать уже лежать сижим вот сначала так он у вас ляжет как попало вот мощность лежит как попало но просто он понимает что с ним сейчас играют что с несерьезное занятие идет и что с ним играет и что как показывают для вас именно чтобы научить команде лежать ну и все и опять его поощряем при этом говорим опять лежать молодец лежать лежать хорошо лежать 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 и как вы поощряете либо поощряете значит подкормкой либо игрой зависимостью от психотипа вашего животного мой это игрок по жизни поэтому я его поощряю игрой ну большинство овчарок они такие главное поиграть опять поправляем собачку поправляй нету палочки да разгрыз палочку разгрызкий хороший хороший мальчик единственное что я хотел бы сказать это то что не надо мучить собаку долгими изнурительными тренировками запомните одну вещь что три четыре пять раз вы сделали ну 5 это максимум я считаю больше не надо дайте отдохнуть собаки потом пройдет какое-то время попытайтесь еще то есть в день три-четыре подходы можно делать если это рабочий день какой-то ну можно вечером два-три подхода сделать если это выходной день то ну четыре пять подходов за день можно делать именно с командой сидеть не через три через четыре ваш щенок уже начнет понимать что от него собственно говоря требуется потом убираете палочку потом убираете подкормка остается вот рука как собственно говоря на именно на дрессировке на основном курсе дрессировки собак должна выполняться команда это жест рука вверх и собака при этом жестью должна садиться вот смотрите сейчас происходит какой психологический момент собака притащила мне эту палочку сидит ждет и ждет когда я значит вот он мне вот опять ведь дождался когда я с ним буду играть я не буду сейчас с ним играть предложенную для него игру предложенную им игру почему потому что я вожак в этой стаи я принимаю решение когда я хочу с ним поиграть это никогда он захочет поиграть со мной а когда именно я вот он носит мне эту палочку и думаю что давай ну давай хозяин ну поиграй ну прошу тебя пожалуйста вот но решение это приму я я отвлекся значит вот три-четыре раза вы делаете упражнение сидеть или лежать одновременно не надо собаку сбивать с толку научить ее сначала сидеть потом научить ее лежать но запомните что всегда вот этот вот цикл упражнение три-четыре раза которые вы делаете потом значит еще три-четыре раза еще три-четыре раза он всегда должен заканчиваться на правильном именно выполнение команды никогда не нужно заканчивать вот собачка у вас вы видите что она устала уже и не выполняет но вы дали эту команду то есть она произвучала прозвучала из ваших уст обязательно закончите упражнение именно правильным выполнением команды чтобы у нее прошло закрепление и не прошло закрепление неправильного выполнения команды то есть вы сказали ей сидеть она у вас не села но вы решили что она уже устала не надо закреплять вот эти неправильные рефлексы всегда нужно заканчивать на правильном выполнении команды то есть вот мы сейчас демонстративно вам просто покажем что потерял я ко мне иди вот собачка села у меня я ее похвалил сказал молодец собачка молодец молодец так же вы делаете со своим фильмом даете подкормку не даете подкормку все за есть кликер дрессировки например это об этом я отдельно потом расскажу вам методика основанная на обучении сигналов она использовалась у американских дельфинов вот но это отдельно то есть вот собачка у вас села в этом цикле за ваших занятий на этом когда она правильно села вы заканчиваете молодец иди гуляй все с вами был канал я и мой хвост и я олег всем удачи пока а